Всем привет! Сегодня рассмотрим такое неприятное событие у Бородка, как зависимость. Как ее получить, избавиться и, возможно, даже избежать. У меня как раз этот вопрос сейчас стал актуален на моих торговцах. И вот посмотрим. Во-первых, вот так выглядит само событие, получение зависимости. Это значит, нам очень не повезло. Появляется у Бородка вот такой вот трейд, бутылочка с вилетовой жидкостью. И вначале она ничего плохого не делает. Но сказано, что в течение 5 дней мы должны что-то принять, какое-то вещество, иначе будет плохо. А плохо нам будет через 5 дней, если ничего не принимаем. Вот так. Минус 10% резолва, ближней и дальней атаки и ближней и дальней защиты. Но даже когда мы получили вот этот штраф, что-нибудь примем, и у нас эта бутылочка опять превратится вот в такую. То есть ничего не будет делать плохого в течение 5 дней. Ну и в общем, будет вот так вот меняться, когда принимаем, не принимаем. Вот так. Итак, что же нужно сделать, чтобы эту зависимость получить? Значит, кулдауну события получения зависимости 21 день, коэффициент шанса события 5 плюс количество кандидатов, что-то такое. И условия. Значит, зависимость может получить любой браток, кто принял за всю свою жизнь от 4-х веществ, любых. И ивент может сработать только в течение 3-х дней после последнего приема. Вот такое вот важное замечание. Сразу возникает такая идея. То есть у нас просто события обычно проходят раз в 4 дня, а здесь только в течение 3-х дней после последнего приема мы можем получить. Соответственно, если нам нужно напасть на какую-то локацию и обожраться зельями, то лучше это сделать, постоять, подождать, пока у нас пройдет любое абсолютно событие. И после события сразу обжираться, как мы хотим, что угодно делать. И потом уже мы можем ждать, ночь там пока пройдет, пока дебафы спадут от того, что мы пережрали зелье и так далее. Неважно. И видимо, что я это не проверял, конечно, но я так понимаю логически, что это у нас как минимум уменьшит значительно шанс этого события. Потому что следующее событие с момента предыдущего 4 дня должно пройти, а здесь всего лишь 3 дня, и дальше уже все. В зависимости это не полезет нам. Поэтому, наверное, это сработает. Надо будет вот проверить. Далее. Как же снять его, если вдруг мы все-таки получили? Во-первых, первое событие с таким же коэффициентом шанса, как и получить его, но с кулдауном 25 дней, это если мы в течение 14 дней последних не принимали никаких веществ. Тогда оно может пройти этим братком. Вот так. Ну и второе событие намного более вероятное. Там уже коэффициент шанса 10 умножить на количество кандидатов, и кулдаун всего 14 дней. И там у нас будет 3 варианта ответа. И вот самое интересное, сейчас мы рассмотрим, что же нас ждет по этим вариантам. Вот так. Это мы застаем братка, что он пожирает какое-то наше вещество. И первый вариант ответа. Это ничего не происходит. То есть событие уходит в код, браток сожрал это вещество, и как бы все. Ничего не произошло. Второй вариант ответа нам уже дает 33% шанс снять зависимость, а остальные проценты, то есть вот так вот она снимается у нас. А остальные проценты остаются на то, что он потеряет какое-либо вещь из нашего обоза. Ну это типа как вот бухарик, например, теряет. И опять все событие ушло в код, так сказать. Если что-то потерял какую-то вещь, ну можем вот так вот крутить, крутить пока 33% сработает, более-менее безопасно, так сказать. И третий вариант уже более опасный, потому что он 100% снимает зависимость, но у братка портится настроение на 36%. То есть, если он находится на нейтральной рожице 45%, да, то настроение у нас упадет до 9% и станет красным, как мы видим вот здесь. И красный браток, как известно, уходит из отряда очень быстро, если у нас нет смешного порошка, и если у нас нету таверны прям под носом, так сказать. Но если же у нас настроение выше, зелененькое, там выше 51%, то есть, чтобы оно не падало ниже 15% и не становилось красной рожицей, а она у нас станет тогда, получается, вот такой вот оранжевый, и в принципе тогда безопасно также можем это событие взять и все. Да, и важный момент, что здесь мы видим, что значок неправильный, да, что теряет зависимость, а нарисована у нас кружечка, бухлишка. Хотя там на самом деле мы вот эту бутылочку с фиолетовой жидкостью теряем. Ну, вроде бы все, если что, я где-то ошибся, то пишите комментарии, я закреплю, чтобы всем было видно и разберемся. Так что всем спасибо, удачи, подписывайтесь, ставьте лайки, вступайте в группу. Все на этом, на сегодня.